Надежда, мой компас земной, Отдача, награда за смелость. Юлия Семибратова встречает долгожданных гостей. Женщина родилась в белорусской деревне. Маленькой девочкой попала в немецкий концлагерь, где провела два года. Тогда было не до праздников. Встреча с главным зимним волшебником пришлось ждать 80 лет. Вот рассказать кому, что вот приходил ко мне дед Мороз, в детстве не приходил, а это пришел дед Мороз. Это очень даже хорошо, знаете, прям настроение поднялось. В эпоху ковид-19 Юлия Геразимовна старается не выходить из дома без веской причины. С продуктами и медикаментами выручают волонтеры акции «Мы вместе». В это непростое время просим вас оставаться дома и лишний раз никуда не выходить. Все, мы будем слушаться. Если что, для этого есть наши помощники-волонтеры, которые все необходимые продукты и лекарства смогут вам доставить. Спасибо вам, волонтеры. Это очень хорошо, что вот так вы у нас есть. В рядах волонтеров студенты, учителя, медики. Широкий спектр профессий. Нет здесь ограничений ни по возрасту, ни по социальному статусу. Важно лишь желание. Впечатления, я думаю, что у обоих у нас тоже самые положительные. И если понадобится, готовы делать это почаще. Это очень важно, чтобы сохранялась эта чистота и светлость веры в детство, в чудо, в то, что мир прекрасен, в нем столько волшебства и света. И мы можем хоть чуточку к этому прикоснуться и подарить людям действительно праздник. Режим самоизоляции для пожилых людей в Самарской области продлили до 17 января. Получить помощь волонтеров или стать одним из них можно, позвонив по телефону, указанному на экране. Мария Левина, Николай Епифанов. События.